Приветствую дорогие друзья, с вами Макс Лайсман. Помните, когда-то давно я анонсировал конкурс среди своих подписчиков и подписчиц. Я обещал призы. Бутылку шампанского выиграла подписчица из города Курск. К слову, в котором я в своей жизни никогда не был. Но по счастливой случайности, эта женщина работает в Санкт-Петербурге. И мне удалось с ней встретиться, связаться и, что называется, вручить ей заслуженный приз. Добрый день, дорогие друзья. Очень давно мы увиделись. Мы находимся в городе Неве, в городе Санкт-Петербург. И, может быть, вы помните, что я обещал вам призы. И на сегодня я бы хотел вручить один приз, который из себя представляет бутылку шампанского. Моей подписчице, человеку, которая захотела участвовать в моем конкурсе. И, собственно, в нем полетела, потому что писала в моих комментариях и ставила мне высокие оценки. За что ей, конечно же, большое спасибо. Сейчас мы попробуем у нее спросить о том, кто она, откуда. Ну и вообще, как она дошла до такой жизни, что стала смотреть YouTube и в нем, в частности, меня. Здравствуйте, Максим. Меня зовут Арминемов Цисян. Я живу в Курске, но работаю я в Санкт-Петербурге. Работаю я проводником. Ну и мой любимый короткий вопрос. Скажите, а сколько вы зарабатываете на вашей работе? Сколько денег я получаю? Об этом и стою умалчивается. Скажем, от 30 до 50. Когда как? Кстати, сегодня я в очках. А вы без очков. Арминем, а почему вы не работаете в Курске? Потому что у нас Курск. Маленький город, не такой большой, как Санкт-Петербург. Там нет работы. Даже если есть какая-нибудь работа, очень мало платят. Поэтому я там не работаю. Приходится работать в Санкт-Петербурге. То есть 30-50 тысяч, которые вы зарабатываете в Санкт-Петербурге, в Курске заработать довольно трудно. Правильно? Правильно. Там средняя зарплата 7-15 тысяч. Ну, у нас же минимальная зарплата сейчас больше 11 тысяч. Ну, это где у вас? В Российской Федерации. У нас есть два города. Санкт-Петербург и Москва. В других городах очень мало платят. Практически невозможно найти хорошую работу. Я очень вам благодарен за вот этот вот откровенный ответ. Мне очень нравятся ваши видео, которые вы снимаете. У вас мысли не такие, как мои. Они прямо противоположные. Я так не мыслю вообще. Вот вы говорите о чем-то, а у меня даже в голову это не приходит. Поэтому я и смотрю. Дорогая Армине, вы выиграли этот приз. Я надеюсь, что на вашем празднике эта бутылка не затеряется. Благодарю за красивые слова в адрес того, что я делал. Эта бутылка шампанского, а это вам от чистого сердца вы выиграли мой конкурс. Я от всей души благодарен вам лично за то, что вы иногда просматриваете мои видео. Надеюсь, эта бутылка поможет украсить ваш праздничный стол. Тогда, когда у вас в вашем Курске будет какой-нибудь праздник. Благодарю вас. Я тоже хочу сказать спасибо за бутылку. Конечно, украсить праздник какой-нибудь. Надеюсь, в скором времени. Я тоже благодарна вам за видео, которое я смотрю. И у меня расширяется круга обзор. Желаю вам хороших подписчиков, много подписчиков и удачи. Спасибо большое, Арминер. А вот что касается бутылки коньяка, то, к сожалению, мне не удалось вручить данный приз выбранному мной подписчику. Я пытался с ним связаться, писал комментарии к его комментариям, просил связаться со мной по электронной почте. Но по какой-то, надеюсь, уважительной причине этот человек не захотел или не смог явиться, встретиться со мной и получить, собственно говоря, приз. Поэтому у меня, к сожалению, не получилось. У меня были, конечно, запасные варианты, кому вручить данный приз. Но в связи с технической невозможностью подключения к интернету в тот период времени, мне просто не удалось вовремя связаться с этими людьми, чтобы о чем-то договориться. Таким образом, бутылка коньяка, как приз, будет вручена в следующий раз, может быть, в следующем году. Я точно пока не знаю. Но, конечно, я обязательно вручу его одному из своих подписчиков, как и обещал, как это и произошло с бутылкой шампанского. По-прежнему оставайтесь моими подписчиками, я в будущем еще что-то хорошее приму. А что касается победителя конкурса, вот этого вот Сергея Сергеевича, то очень бы хотелось, чтобы этот человек как-то в комментариях аргументировал свою позицию, почему он не захотел получить бутылку коньяка. Ну, на самом деле, мне самому интересно. Всего всем хорошего!